Привет, друзья мои! Мы с Ашхеймом отправляемся в путешествие. Сами не знаем куда, но знаю, что едем в горы. Вот такой сюрприз сделал мой Эндер. И, естественно, все вам покажу. Красоты Турции, красоты Мерсина, куда мы еще ни разу не ездили. Оставайтесь с нами! Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге я рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина. Свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисования нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Сторис – моя каждодневная жизнь, красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал! От меня вам 100% польза, позитив и хорошее настроение. А также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана! Ну, вид, конечно, красивый. Посмотрим, будете ли вы сейчас довольны. Посмотрите, какая красота! О, все зеленым, зеленым, зеленым! Помните, были пожары в Турции, я вспомнила. Слава богу, здесь не было ничего. О, оливковые деревья. Смотрю, весь автобус полный. Мы поехали с турецким агентством. Агентство, офис, не знаю. Тур-агентство. Тур-агентство. Все представители высшего класса, я смотрю. Учителя, чиновники. И видно, они каждую неделю ездят, потому что все друг друга знают. Ну, вот и мы к ним присоединились. Два автобуса у нас. Мы остановились в таком прекрасном месте, друзья мои. Ну, смотрите, поднялись все наверх. И вот все завтракать сейчас будут. Вот мы в следующий раз тоже так с Сашкой нам сделаем. Ну, откуда мы знали, что происходит? И там тоже, и здесь. Видите, как интересно. Нас приглашают такие очень добролюбные, доброжелательные люди. Сашка пойдет, купит в Фурыне что-нибудь, пирожки там. И мы и чайок с ним попьем. Так сучук жарится. И мы сучук взяли с собой. Вот такая вот центр здесь. Ну, я не знаю, как называется это. Индик пынары. Шубец. Индик пынары? Фундык пынары. Друзья мои, фундык пынары. Это... Аллады. Мы поднимаемся все выше и выше в горы. По лабиринту. Автобус, кстати, еле-еле едет. Немножко страшно, манта. А внизу пропасть. Посмотрите. Как опасно. Ой. Ой, как опасно. Боже, помоги нам. Оказываю вам красоту. Друзья мои, мы находимся в Индик пынаре. Фундык пынары, наверное, наш фундык пынар. Фундык пынар, это же орех. Я говорю, а почему фундык? Потому что говорю, орехов здесь, орех много. Он говорит, а к другому орехи. Ну, в общем, друзья мои, вот такая вот у нас ситуация хорошая. Посмотрите, сколько нас много. Два автобуса, все улыбаются, спрашивают, что-нибудь вам надо или нет. Мы же первый раз, а ну тут целая команда у них. Так что, друзья мои, вы познакомились с великолепными людьми. И надеюсь, что прекрасно проведем время. Все, пошли мы, друзья, фотографироваться сейчас будем. Говорит, кто первый раз, и если вы не можете, говорит, вообще никогда не выходили в парк гулять, тогда будьте осторожны, но не идите, потому что 12 километров мы будем сейчас идти. Но мы с Ашкемом не боимся, а? Бискорб мирус, хат. Ашкем, сувук, сувук. Ой, Ашкем разделся, и говорят, не надо брать. Как не надо брать? Ну, в принципе, когда идешь же нормально, правда же? Потихонечку, говорит, будем идти, друзья мои, какая красота. Надеюсь, вы чувствуете мои мути. А тут, посмотрите, Ай, Ашкем, он говорит, ты можешь пройти? Среди Ташима? Да, мамашки, Ташима. В общем, все, начинаем мы. Друзья, такие все шустрые. Так быстро идут они. Так быстро идут. 12 километров. Ашкем насос. Насосочки. И мы с Ашкем. И мы с Ашкем. Пуза не будет губек. Губек не будет. Зайфладим. Зайфладим. Сразу заметил. Конечно, мы идем, смотрите, в подъем. Вот такой подъем. Давайте посмотрим на моего Ашкема. Трудно подниматься в гору. Это тебе не набережная. Сколько мы смеемся с Ашкемом. Некадар гильорус. Короче, какой у меня комик. Оказывается, друзья мои, Мы идем. Вот так мы идем впереди всех. Летим. Уже догнали всех. Короче, Арман. Я говорю, почему мы не идем. Мы такой дорогой будем идти. Да, почему, говорю, не идем по лесу. И, как всегда, посмотрите, самолет. Я говорю, почему мы не идем по лесу. А лес по-турецки Арман. А я перепутала, как всегда. Я говорю, Архан, имя мужчины, я сказала, почему, говорю, мы не идем. Архан, он говорит, забудь, Архан. Как всегда. Со смеху падаем. Оказывается, друзья мои, какой у нас путь. Нам уже легче, мы приводли за шкафу. Тут немножко прохладный ветерок, мои дорогие. Сейчас я переверну камеру, поговорю. Друзья мои, мы, значит, идем, как и будем. Сейчас я вам расскажу. Короче говоря, мы, оказывается, идем на место пикника. 12 километров, 2 километра прошли, а сколько 2 километра, какие километры, пичника. И еще нам 10 километров идти в дом пикника. 2 часа отлятся, может, прикинь, 2 часа. От нас зависит, может, быстро. Ну, идем быстро очень, Сашки. Уже привыкли мы. Я говорю, я хочу по лесам, по лесам нельзя. Там же нету дробы. И тут еще, видите, какие богатистые. Вот, посмотрите, пожалуйста. Видите? Склоны, склоны. А не то, что там ровная местность. Вот поэтому идем так. Девочки там сзади идут. Я тут одна русскоязычная, но все так хорошо относятся, смотрят с любовью. Особенно женщина, которая руководит всем. А вот мужчина, который руководит пока. Ой, покажу вам сейчас. Короче, она тоже подошла, спрашивается, смотрит глазки. Мужчина, который руководит. Видите? Какой интересный. Стильный. Мэшкин тоже стильный. Тащит еще чантом. В общем, у нас замечательное путешествие. Оказывается, эта группа ездит и в другие тоже регионы. Так что мы, мой муж сказал, что у нас будет очень интересные прогулки с ним. Да, Ашкин. Да. Да. Очень да. Ему ночью говорю, Ашкин. Почему ты по-русски не знаешь? Как не знаю? Да, нет. Русский, русский. Да, нет. Научится, но не... Хады аладжаска, звучит. Говорит елка здесь. Хады ашкин, илач аладжас. С нервами? Да. С целью думаю, я сюда думаю, козлоди. Смотрите, какой там лес. Конечно, по нему не походишь, правда же? Ну, нам нравится очень. Я люблю спорт. Видите, спортсмены. Пенсионеров очень много, друзья. Очень много пенсионеров. Вот скажите, у меня в Грузии, я живу, и не могу сказать, что я живу? Да. Что я живу? Шиповник. Шиповник. Шиповник, да. Друзья, вот я говорю по всем пенсионерам. Наши пенсионеры не знают, как бы еще заработать себе денег на пенсию. А здесь, посмотрите, пример, пример. Многие из них пенсионеры, и все говорят, учителя... Ашкин, угрыблендер, хэркет. Хэркет, хэркет. Но служащие это... Вот так вот они собираются раз в неделю для того, чтобы провести выходные. Друзья мои, мы заблудились. То есть, половина людей пошло неправильно, и наш путеводитель, экскурсовод, побежал вперед. Нужно было по другой дороге идти. Ой, хотя бы мы нашли верную дорогу. Мы идем по очень опасной дороге. Ашкин, ахичкипси, яшмюрдильмы. Саджи, ташлары. Аджидыбана. Вы знаете, что я сейчас чуть не упала, и в меня впились колючки. Саджи. Нет. Здесь говорит коюнь и куриц. Саджи. Для пастбища этих баранов. Саджи. 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 Они уходят и возвращаются домой. Как летний лагерь. Саджи. 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 Короче, колючки что укололи, как щипет, сейчас надо это... Слышь, вам понятно, что это такое за место. Страшное место. И дорога какая плохая. Невозможно идти нормально. Хочу показать вам, тут дерево оказывается ореховое, фындык. И вот девочки, и мой муж побежал, все собирают его, такое красивое. Север пошли на сбор орехов, бесплатные орехи, друзья мои. Как в позе лотоса, они женщины турецкие сидят в классе. Не нашел, говорят много. Наши идут. Ёг, фындык. Нету здесь орехов. Конечно, табакяшки тупланы. Солары тупланы мышь, все собрали. Еще не выйти долго, друзья мои. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok.